Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк, вы на канале Фокусы от Моряка. И в сегодняшнем видео мы будем продолжать изучать с вами различные игры. Давненько мы с вами не играли в кости, и сегодня я предлагаю восполнить этот пробел. Сегодня мы с вами будем изучать известную игру, которая называется Blackjack, но, как правило, она известна по карточному варианту, который у меня есть на канале, который вы можете, конечно же, посмотреть. Сегодня мы будем изучать Blackjack именно на костях, то есть на игральных кубиках. Скажу сразу, игра эта чертовски простая, карточный Blackjack даже немножко посложнее. Для игры потребуется в идеале 4 кости, но можно даже обойтись и двумя костями, и почему, я вам дальше расскажу. Итак, собственно, что происходит, когда мы играем? У одного игрока кости, у другого игрока кости. Один из игроков дилер, другой тот, кто претендует на банк дилера, то бишь просто игрок. Существует два варианта игры. Либо дилер выступает со своим банком, и дилер не меняется до тех пор, пока он банк либо не просадит, либо не утроит его. Вот как только он его проиграл, дилером становится другой игрок. Как только он увеличил свой банк в три раза, дилер также меняется. Соответственно, задача игрока выиграть как можно больше денег у дилера. Итак, я вам буду объяснять на примере, когда я буду дилером, и игроки будут пытаться претендовать на мой банк. Я буду его либо увеличивать до трех, либо просто спускать в ноль. То есть там как повезет. Соответственно, давайте немножко поговорим про правила. Каким образом набираются очки? То есть задача игрока набрать либо 21, либо близкое к 21 очку значение. Если больше 21 очка, то это перебор. Ну, собственно, все как и в классическом карточном Blackjack. Итак, как же набираются очки? Вот смотрите, первым всегда кидает игрок, вторым кидает дилер. Поэтому давайте я свои кубики пока отодвину. Предположим, смотрите, игрок бросает и выпадает у него 3-3. Что происходит, когда игрок кидает кости, выпадают какие-то значения? Игрок в первом броске, первый бросок выпало 3-3. Игрок складывает значения своих костей, то есть получается 6. После чего обязательно умножает это на 2. То есть получается 12. После чего он выбирает играть дальше еще, то есть это как вот в картах еще набирать, либо остановиться. Игрок имеет право остановиться на любом значении. Но предположим, что наш игрок, вот 6 очков у него выпало, он умножил на 2, стало 12. Он, допустим, хочет идти дальше, потому что считает, что 12 это мало. Он бросает снова кости, снова их кидает и выпадает 7 очков. Вот смотрите, у него уже 12 очков есть и выпало 7. Игрок может использовать либо сумму обоих кубиков, прибавить к 12. То есть у нас выпало 7, соответственно 12 плюс 7 уже 19 очков. Соответственно игрок может выбрать либо 1 кубик 4, например 12 плюс 4 у него будет 16 очков. Либо выбрать другой кубик, на котором 3. Соответственно 12 плюс 3, 15 очков. Может быть у игрока есть какая-то своя стратегия, и ему, например, выгоднее будет взять 3, получить 15 очков, а потом, например, в третий раз перекинуть кубики. Так тоже можно. Предположим, игрок набирает, допустим, вот у него было 12, соответственно 7 еще выпало. Во втором броске очки не умножаются на 2, это только в первом броске. Соответственно во втором броске игрок выбирает либо сумму, либо какой-то один любой кубик. Ну, так как игрок может себе позволить к 12 прибавить 7, он прибавляет спокойно, получается 19 очков. Он, допустим, говорит, все, стоп, стою, мне хватит, играй себе. Соответственно, что делает дилер? Дилер точно так же берет свои кубики, выкидывает их, то есть видите, у меня выпадает 6 плюс 4, это 10. Умножаю на 2, это уже 20. Во-первых, дилер, как и в классическом Blackjack, обязан остановиться, если у него 17, либо более очков. Если меньше 17, он обязан кидать еще. То есть набирает он очки по такому же самому принципу, как и набирает игрок. То есть он может во втором броске выбрать либо один кубик, либо другой кубик, либо сумму кубиков. Но уже дилер сам смотрит. Может быть такая ситуация, смотрите, что сумма кубиков дает перебор. Соответственно, для дилера это не вариант. Допустим, один кубик дает меньше 17, а другой кубик, например, дает ему больше 17, но, например, также 19, как у этого игрока. Соответственно, у дилера будет ничья, как и у игрока. У них, потому что будет по 19 очков. Дилер имеет право выбрать, либо 19 оставить, поделить банк снова пополам. Точнее, просто возвращается ставка игроку, то есть никто не выигрывает, никто не проигрывает. Либо он может оставить меньшее значение, например, меньше 17 и в третий раз кинуть кубики, чтобы попытаться перебить 19 очков игрока. То есть дилер может поступать хоть так, хоть так, хоть так. Соответственно, брать сумму кубиков он не сможет, ну, в этом случае, потому что у него будет перебор. А брать такие вот значения он вполне себе может. Но так как вот у меня, например, сейчас выпало 6 плюс 4, 10 и умноженное на 2, 20, я уже выиграл у игрока, поэтому я просто забираю его ставку себе. То есть это понятно. То есть вот, собственно, такие вот элементарные правила. Прежде чем я призову моих вечных оппонентов, и мы с вами сыграем несколько конов, для того, чтобы вы поняли, да. Еще хочу объяснить здесь сам принцип выпадания Блэк Джека. Вот если мы в картах, когда играем, у нас выпадает туз и картинка, это Блэк Джек. Туз и там десятка, по-моему, тоже, это тоже, по-моему, Блэк Джек. То есть валет, дама, король и туз, это стопудовый Блэк Джек. Вот насчет десятки забыл, по-моему, это тоже Блэк Джек. Так вот, и как вы помните, Блэк Джек оплачивается 2 к 1. То есть поставили 10, выиграли 20, 30 забрали в итоге. То в костях то же самое есть. Но как должен выпасть Блэк Джек? Вот смотрите, когда игрок кидает какое-то значение, да. Вот у него выпадают, например, 2 одинаковые кости. Ну, грубо говоря, дубли. Вот у него выпадает, например, 6-6. В этом случае игрок автоматически проигрывает. Потому что, смотрите, 6 плюс 6, 12. 12 умножаем на 2, получается 24. Это больше, чем 21, соответственно, перебор. Но если у игрока выпадает любая другая пара, например, 5-5, 4-4, 3-3, 2-2, 1-1. То он эти очки также умножает по правилам. Например, у него выпало 1-1. Соответственно, это 2, умноженное на 2-4. И если во втором броске у него снова выпадает какая-нибудь пара, например, но уже другая, не та, которая выпадала, а уже другая, то вот тогда это считается Блэк Джеком. Например, у игрока выпало 1-1. Соответственно, он там складывает, получается, 2, умножает на 2, получается 4. Во втором броске кидает кубики, и у него, например, выпадает 6-6. Все, он в первый раз выкинул пару, и во второй раз выкинул пару. Не важно, что эти 6-6 в итоге там могут дать, например, перебор. Это уже не важно. Важен сам факт выпадания этой пары. Все, это уже Блэк Джек, он автоматически выигрывает. Единственное, что в первом броске должны выпасть 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, либо 5-5. Потому что игрок должен остаться в игре, у него должно быть право на второй бросок. 5-5 обеспечивает право на второй бросок. Потому что 5-5, 10, умножаем на 2, 20. То есть игрок может, в принципе, второй раз не кидать. Уже 20 очков, классно, он уже выигрывает, можно сказать. Но вдруг он хочет рискнуть и набрать Блэк Джек. Вот тогда он кидает во второй раз, и ему может выпасть 6-6. Все, выпала пара, это значит, что он выиграл Блэк Джек. Это получает он свой бонус. Вот если, например, было 5-5 и снова выпало 5-5, тогда он проигрывает. То есть пара должна именно отличаться от той, которая выпала изначально. Ну что ж, друзья, вот такие вот простейшие правила. Теперь давайте сыграем несколько конков с нашими вечными оппонентами. Я, как обычно, призываю на помощь мою вечную оппонентку. Это почетный работник почты, награжденный медалью за скорость и за быстроту доставляемости посылок. Это черепаха, которая сюда приперлась со своей пенсией в надежде ее как минимум утроить. Это же, конечно, наш извечный шулер, жулик пройдоха, любитель карточных игр и нечестных махинаций за столом. Это наш зайка-попрошайка. Это такой прохиндей, пижон, проходимец и прохвост. Он тоже сколотил небольшой капиталец недавно, играя в Деберц. И пришел сюда попытаться его приумножить в игре в Блэк Джек в кости. Ну и, конечно же, наш достопочтеннейший аристократик-пингвинчик, которому осточертели разговоры о политике, о финансах, об экономике. Надоело всякие богатые там светские рауты. И он пришел просто с простыми ребятками поиграть с Блэк Джек именно на костях. И, конечно же, принес так мелочь, которую взял на семечки. Ну и, конечно же, я, ваш покорный слуга Сергей Моряк, точно так же в роли дилера сижу со своими дублонами в ожидании, пока я их всех обчищу. Итак, вот кости игрока. Первым делом со мной будет играть черепаха. Это мои кости, я буду сидеть здесь. Эти двое пока что наблюдают, пока я играю с черепахой. Итак, ставка черепахи. Сколько черепаха будет ставить? Давайте условимся, что черная фишка это 100 баксов, синяя это 20, красная это полтинник. Давайте вот так местами я махну, чтобы удобнее было. То есть 100, 50, 20 и зеленая это 10 баксов. Итак, начинаем. Черепахина ставка. Черепаха говорит, ну, допустим, иду на полтинник, ставит 50. Окей, ребятушки, не вопрос. Черепаха кидает, у нее выпадает 1 и 3. То бишь 4 очка умножаем на 2, 8. Играешь дальше, черепаха, да, играет еще. И кидает снова кубики, выпадает 4 и 4. Выпадает еще 8. То есть 8 плюс 8, у нее уже 16. Она думает, блин, кинуть третий раз, не кинуть, кинуть, не кинуть. Это 16. Вроде остановиться можно, но вроде и маловато. Ну, давай попробуем кинем еще. Скорее всего ей повезет. 16 там выпадет, конечно же, там какие-то кубики будут нормальные. Выпадает, смотрите, 16. И у нее выпадает пятерка и тройка. Соответственно, она берет пятерку и у нее уже 21 есть. Здесь этот игрок не выигрывает автоматически при 21, потому что дилер может точно так же набрать 21. Итак, давайте я как дилер теперь кидаю кубики. Итак, у меня выпадает 6 очков. Выпадает 6, умножаю на 2, это 12. Соответственно, я обязан набирать еще, пока не будет 17 или больше. Кидаю еще. У меня было 12 и выпадает 9 очков. 12 плюс 9, 21. Так что, извините, черепашечка, ваши, как говорится, не пляшут. Итак, черепашка ушла ни с чем. Кубики передает зайцу. Ну, зайц говорит, что-то как-то черепаха по-детски играет. Иду на 300 баксов. И зайчатина выкидывает 8. Соответственно, 8 умножаем на 2. Это у нас будет 16. 16. Ага. Ну, шестерка вряд ли. Две шестерки вряд ли выпадут, думает зайц. Поэтому попробую я еще, конечно же, кинуть. 16. И он берет еще 4 очка в сумме у него. 16 плюс 4, это 20 очков. Зайчик останавливается, говорит, играй себе. Хорошо, я играю себе. Мне надо выкинуть либо 20, либо 21, чтобы зайц ушел с утертым носом. Итак, я кидаю, у меня выпадает 6, 6. Это 12. И я умножаю на 2. Это, черт возьми, 24. Прайдоха Шулер, ушастый веслоухий пижон, выигрывает 300, мать его, баксов. И забирает это все себе. Вот прайдоха ушастая. Ладно, кубики переходят к мистеру Пингви. Так, во-первых, ставка, ставка мистера Пингви. Мистер Пингви, глядя на успех зайчика, говорит, я тоже иду на 300 долларов. И кидает свои кубы. Ага, выпадает 5. 5 умножаем на 2. У нас получается 10. Конечно же, пингвинчик кидает еще раз. 10. И у него выпадает 7. 10 и 7. 17. Так, 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 так. 17. Ну, в принципе, можно рискнуть в третий раз, думает. Пингвинчик, 17. Кидает. И выпадает, смотрите, у него троечка. Шестерку он не берет, потому что перебор. Сумму тоже не берет, потому что перебор. Троечку берет 20 очков. Отлично. Теперь я дилер играю, да, кидаю. Раз. Выпадает. Да что такое, а? Вы смотрите. Выпадает 12. Умножаю на 2. Блин, 24. Вот гады. Они меня так обчистят. Ладно, пингвинчик, выиграю. Твоя взяла, черт возьми. Алистократик. Так. Ну, черепаха думает. Ага, если ставить 300 долларов, то всегда выигрываешь, думает она. Давайте попробуем. Черепаха тоже ставит 300 баксов. И кидает кубы. Выпадает 9 очков. Умножаем на 2, получается 18. Черепашка думает. Так, так, так. Ну, на 300 баксах всегда выигрывали. Надо рискнуть. Надо рискнуть. Кидает. Выпадает у нее 6 и 1. Соответственно, она может взять 1 и у нее будет 19 очков. Окей. Черепаха останавливается, думает. Ладно, мне хватит 19. Я кидаю. Так, надо обчистить черепашку. Выпадает 6 и 4. 10. Та-дам! Умножаем на 2. 20. Извините, черепаха. Ваши, как говорится, не пляшут. Свободно. Так. Ну, веслоухий шулер решил думать. Ну, ладно. Раз с 300 долларами повезло. Пойду еще на 300 баксов. Кидает кубы. У него выпадает 5. Было 4. Да, извините. Я перевернул. У него было 5 и 4. Это 9. 9 умножаем на 2. Это 18. Так. Зайка думает, рискнуть, не рискнуть. Рискнуть, не рискнуть. 18. 18. 3 очка. Ну, в принципе, 1, 2 или 3 должно выпасть. Давайте проверим. Думает. Зайка и кидает. И он ошибается, черт возьми. Потому что выпадает 2 четверки. И, соответственно, любой из кубиков дает ему 18 плюс 4. Это 22. Это перебор. Так что извините, веслоухий, шулер, жулик и пройдоха. Но сегодня может быть даже не ваш день. Итак, передаем ход мистеру Пингви. Мистер Пингви говорит, ну, мне-то всегда везет. Я парень фортовый. Не то, что всякие проходимцы ушастые, попрошайки. Кидает. Получается 6 и 4. 10. И умножаем на 2. 20. Сильно, сильно, мистер Пингви. Сильно. Ну, давайте я. Ладно, что уж там греха таить. Рискнем. 7 очков. 7 умножаем на 2. 14. Я обязан набирать еще. Я кидаю. 14 плюс 5. Это получается 19. Да, соответственно, здесь у меня 5. 14 плюс 5. 19. У Пингви 20. Везучий. Везучий гад. Мистер Пингви снова обчищает мои карманчики. Забирает кости себе. Ну, давайте еще сыграем один раунд, чтобы чисто так сказать посмотреть. Черепаха думает. Ну, что ж. Ладно, давай опять поставим. 400. 400, думает черепаха. Отыграюсь. Отыграюсь. Отыграюсь, черт возьми. Не сносит мне головы, если не отыграюсь. И выкидывает. 5-5. Оооо май гад. 5 и 5. 10 очков. Умножаем на 2. Это уже 20 мать ее очков. Будешь ли ты кидать, черепашка? Пойдешь ли ты на Блэк Джек? Выпадет ли дубль? Черепаха думает. Ммм, мм, 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 мм. А попробую рискнуть. Попробую рискнуть. А вдруг Блэк Джек выпадет. 20 очков уже есть, но она рисковая. У нас девчушка и кидает. И выпадает. 2-2. Черт возьми, она выигрывает. Ё-моё. Это получается, я ей даю раз, два, три, 400 баксов. И еще 400 сверху. Раз, два, три, четыре. Черт возьми. Блин, была бы твоя рука настоящая, я бы тебе ее пожал, черепаха. Все, черепашенца выигрывает. Офигеть. Вот это да. Да, так меня скоро раздербанят. Нахрен весь мой банк. Я уйду с голой задницей. Итак, ставка Зайча. Зайчик думает, нифига, черепаха рвет. А поставлю-ка я 500 баксов. 500 баксов на кон, на бочку и выкидываем кубы. 5 и 3. 8 очков умножаем на 2. 16. Зайка снова в игре. 16. 16 плюс 5. 21. Ё-моё. Ну, Зайц ушастый. Ладно. Давайте я бросаю. 6 очков. 6 на 2. 12. 6 плюс 7. 12 плюс 7, простите, у нас будет. 12 плюс 7. Сколько будет? 19 очков. Черт возьми, я проигрываю. Зайца 21. Я должен Зайцу 500 долларов. 10, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4, 5. Пожалуйста, заберите. Заберите ушастый прайдоха. Так, ну, ход пингвинчика. Пингвин прикидывает, что у меня где-то долларов 300 максимум. И ставит 300 баксов. Кидает кубы. 5 и 3. 8 умножаем на 2. 16. 16 плюс 3, 19. Да? Пингвинчик останавливается. Мой ход. 19. Да? Мне надо либо 20, либо 21. 6 и 1 это 7. 7 умножить на 2 это 14. Играю дальше. Обязан набирать. 14 плюс 8. Твою мать, перебор. Это 22 очка. Соответственно, я отдаю пингвину. Ну, тут считать уже не буду. Все равно последний кон. Ну, наверное, все. Вот так, друзья, играется в Blackjack на костях. Как видите, дилера можно мухой обчистить. Это был вариант, когда дилер остается все время один. Но все же, наверное, лучше меняться. Потому что, ну, у игрока действительно все-таки есть, наверное, какие-то преимущества. Хотя это может быть и не так. Все-таки игрок может дождаться разорения дилера и выиграть. Но, как видите, все-таки игроки выигрывали чаще, чем дилер. Ну, здесь хорошо повезло черепахе. Потому что, ну, реально взорвала Blackjack. Это прям молодец, рискнуло. Ну, что ж, друзья, вот это была игра Blackjack на костях. Если она вам понравилась, обязательно напишите какой-нибудь коммент. Поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал, если вам нравится мое творчество. Не забывайте, что у меня есть магазинчик карди. Вы можете купить всякие карточные наборы, наборы для покера и так далее. То есть, все это есть в описании. Переходите, подписывайтесь. А на связи с вами был Сергей Куликов, он же Моряк. Я прощаюсь с вами. И пусть боги море и небес, как прежде, вас хранят. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok